Ну, фактически, я сейчас ощущаю свой среди чужих, чужой среди своих. Слава Красько. Режиссер. Дебют «Я, Че Гевара». История, рассказанная от первого лица. Это была очередная попытка доказать, в первую очередь, себе, что невозможное возможно. Потому что на момент, когда я отправился на эту авантюру, это самое точное слово, наверное, я не был режиссером, я не снимал никаких фильмов, но мне захотелось расследовать тему. Тему конкретного человека, конкретного характера, личности и именно историю становления этого характера. Эрнеста Гевара де ла Серна, который позднее стал Че Геварой. Я просто был слишком упертым. То есть я решил, если я еду в Латинскую Америку, значит, я поеду этим маршрутом. Если я снимаю, значит, я сниму всё от начала до конца. А раз уж я это снял, то надо из этого что-то сделать. Попытки работать с другими монтажёрами, режиссёрами монтажа ни к чему не привели. Я понял, что я только сам это должен выразить, но для этого этому нужно научиться. И мне, условно, пришлось учиться. Я пошёл учиться, и в итоге получился фильм. На самом деле меня профессия затянула. Потому что до этого я был в бизнесе, и я в бизнесе достаточно активном, где сильно вкладываешься. Но я понял, что профессия режиссёра требует ещё больших вложений. Очень много энергии, очень много фантазии, креатива нужно включать. И выкладываешься ещё больше, чем в бизнесе. Я понял, что да, это здорово, это моё, я хочу продолжать. Пока что я для себя нашёл гораздо больше правды, скажем так, в документальном кино. Потенциально игровое кино, можно выражать очень интересные смыслы, но надо, чтобы была идея, сценарий, которые тебя зажигают, прям выворачивают. Тогда что-то может получиться. Пока что я в поиске, пока что не нашёл такой идеи для реализации в игровом кино. А в документальном я вижу больше правды, и поэтому в ближайшее время я рассматриваю документальные проекты. На самом деле судьба режиссёра, она непростая. Ты постоянно находишься в поиске идеи, в поиске сценария. Потом находишься в поиске денег. Потом долгий, мучительный процесс съёмок с таким полным самопожертвованием. Потом ищешь ресурсы на постпродакшн. Пристраиваешь это как-то по фестивалям и так далее. Пытаешься организовать какой-то прокат. И всё это нужно только тебе. Если есть вот это желание, если ты понимаешь, что ты хочешь сказать, зачем, кому, тогда, да, надо идти и преодолевать все эти тернии, все эти круги ада проходить. И тогда твоё высказывание дойдёт, наверное, до какой-то аудитории. Но если в глубине лежит мотив красиво потусоваться, где-то зарисоваться, то, я думаю, в конце концов ждёт, наверное, большое разочарование. Потому что оно того не стоит. Поэтому я бы, наверное, сказал, что самое главное, если действительно горишь этим, и ты понимаешь, что ты хочешь сказать, тогда, да, нужно идти в эту профессию. Но будет очень непросто. Я так предполагаю, что большинство толком не знает, кто такой Че Гевара. В лучшем случае это образ на футболке, там, революционер. Я бы, наверное, сказал, что а вот попробуйте понятие почувствовать, что это за человек. Всё, что за кадром весь текст, это текст, написанный лично этим человеком. В разном возрасте. И вот эти его мысли, стихи, отрывки земляков показывают эволюцию человека. Вот попробуйте настроиться на его волну и понять, что происходило. Я постарался выбрать, соответственно, важные смысловые моменты, выстроить драматургию, чтобы зрителю было интересно, чтобы это цепляло. По-моему, у меня это получилось. Субтитры создавал DimaTorzok